Ежегодно в начале осени на Кубани проходит Краевой день безопасности дорожного движения. В преддверии этой даты сотрудники Славянской госавтоинспекции в учебных заведениях района провели профилактические мероприятия, посвященные безопасности на дороге. Подробности в следующем материале выпуска. В рамках Краевого дня безопасности дорожного движения, а также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории нашего района сотрудники ГИБДД совместно с Управлением по делам молодежи встретились со студентами Славянского электротехнологического техникума. К сожалению, наблюдается такая тенденция, что очень много случаев, когда в авариях участвуют дети, подростки, очень много случаев выявления, подростки управляют мототранспортом без прав, без специальных защитных приспособлений. И вот комиссия по делам несовершеннолетних, Министерством образования, науки и молодежной политики было принято решение проведения таких мероприятий. И действительно, многие славянцы видели и знают, что с наступлением вечера по улице Красной, главной улице города, начинают разъезжать водители мототранспорта. При этом большая часть из них – совсем юные славянцы. Кроме того, права на это модные среди молодежи средства передвижения есть далеко не у каждого. Такие горе-водители на дороге очень опасны, потому что наносят непоправимый вред и здоровью, и жизни всех участников дорожного движения – и пешеходам, и водителям, и самим себе. Студенты у нас нарушают правила дорожного движения, в данном случае это водят мототранспорт без удостоверения о вождении, и в результате получают административное наказание, это выплачивают штраф, ну и далее последствия. Поэтому мы в данном случае проводим профилактическую работу, чтобы данных нарушений в техникуме не было. Со студентами встретилась инспектор ГИБДД по Славянскому району Елена Бондаренко. Она отметила, что именно по вине водителей мототранспорта в нашем районе происходит немало аварий. Таковых в этом году произошло 15. В них пострадали 14 человек. Зачастую водители мотоигнорируют самые простые средства защиты – шлемы, не соблюдают элементарных правил дорожного движения. Краевой день безопасности дорожного движения дал старт недели безопасности. В эти дни особое внимание будет уделяться профилактическим урокам и в других учебных заведениях. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».